Тири-тили-ти-тили-тили-тили-ли-ли-ли Последний наш стрим понедельничный, где мы отвечаем на вопросы. И помнишь, там был вопрос женщине 41 год и она не может простить отчима, который её трогал. И мы, когда отвечали женщине, мы сразу начали с точки нерассуждений стандартных. кто виноват и что с этим делать, не размазывая прошлое. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Да, есть она сейчас, и ей уже все-таки 41 год, и ей надо сориентировать в будущее, чтобы она пришла в будущее без проблемы. Если она отрабатывает, то она дальше живет счастливо. Но для этого она должна увидеть сама эти косяки. И мы прямо ответили ей. И смотри, под нашим роликом, но наш ролик нестандартный же ответ, там совсем нестандартный. И нам пишут. Совершенно другой человек. Совершенно другие люди пишут. Вы в своем уме гнать в шею таких психологов. Посмотрите сериал там. То есть мужик насиловал девочку, а в итоге виновата девочка. У вас все хорошо? Я спрашиваю, вы слушали чем? Или слышите только то, что хочется услышать? Ну и там тоже наезд. У вас отрезано вначале, вы монтировали чем? Хоть какая-то информация, что доступно, что написано на экране, то и думаем. О чем вы тут говорите? А потом такие мужики говорят, что их спровоцировал ребенок двух лет на такое. Такие случаи есть, когда пидорас обвиняет детей двух лет. Запретите ей работать с людьми срочно. Вы вообще дружите головой. О каком кайфе и каком удовольствии идет речь? Вас бы так в детстве поласкали, потом бы мы обсуждали. И так далее. Смотри, какие комментарии... Мы ведь совсем не об этом. Я когда... Я не стала комментировать дальше. Смотри, человек развернут в прошлое. Человек привык к стандартной работе психологов, когда он приходит и говорит... Вот, кстати, волна же была женщин, которых изнасиловали. Они молчали всю жизнь. К 50 годам вдруг все начали проявляться. Когда с ним пошла эта с Вейнштейном история, и тут же начали проявляться все женщины. Очень много психостилов на эту тему. Да-да-да, было. И здесь аналогично. Человек смотрит в прошлое и приходит к своему психологу-психотерапевту. А психологу-психотерапевту, когда пришли с такой травмой и говорят, я не могу простить отчима за то, что он меня там трогал. Кстати, не насиловал, а трогал. И психолог тут же, ну давайте будем прощать. И пошла игра в прощение. И эта игра будет бесконечной. Затянется надолго, да? Она затянется на годы, она будет стоить денег, она вырастет еще психоз, и не один. И уже полностью это то, чем станет виноват в том, что он сломал всю жизнь, и я из-за него замуж не вышла, или развелась, или там детей не дорожала. Вот она, игра ушла. То есть, знаешь, как ушла в другую сторону. В другую сторону. А своя игра исчезла. А тебе 41 год, тебе надо смотреть в будущее, сказать отчему, ну было, простить, поблагодарить, потому что, если это было, значит, у тебя в подсознании был запрос на эту игру. Запрос, это да, было интересно на эту игру. Да, по-любому был запрос. Все игры идут с запросом. Без запроса игр не бывает. И, соответственно, если эту игру закрыл, дальше ты можешь создавать здоровую игру. Ты становишься свободным. Да. Ты закрыл, ты становишься свободным, и ты живешь. А если же ты постоянно обернут назад... Ну тебе это надо смотреть вперед в будущее. Надо смотреть, да. А получается, что если ты завис на этом событии, не отпускаешь, то ты просто не отпускаешь, ты держишься. Да. Ты все время смотришь туда, развернутый задом к будущему, и у тебя будущего нет. Будущего нет. И ты профукиваешь свою жизнь и играешь в... В размусоливание. В размусоливание, да. Это как корова жует жвачку. Вот она проживала, выплюнула, проживала, выплюнула, проживала, выплюнула. И ты жуешь, жуешь, жуешь. И, кстати, на этом построена психология, психотерапия, гештальт и все остальное. На проживание, выплевывание, проживание. И заново съедание и проживание. А что уже съедаешь? Что же говно съедаешь? Зачем ты его ешь? Смысл. Смысл. А жить когда называется? В следующей жизни? Но еще не факт. Не факт, да. И ты знаешь, я когда вот эти комментарии почитала, я понимаю, что люди, которые писали, они все развернуты жопой в будущее. Конечно. Они все смотрят назад и играют в игру. Я посочувствую, я пожалею, потому что и у меня такое же было. И понеслась игра в прошлое. У кого-то было, кто-то придумает. А кто-то, да, кто-то. Как эти женщины, которые говорили, что они были изнасилованы. На самом деле, там, если поднять, очень много было придумано, и очень много мужиков оболгали. Это было. Это психоз. Это психоз. Это та же самая игра. И эта игра вместо выхода из игры. Смотри, а ведь играет кто? Кто смотрит назад? У кого нет своей игры в будущее? Конечно. То есть им не во что играть, и они готовы. Даже когда... Кто боится своего будущего, на самом деле. Боится будущего играть не во что. Не во что. И тогда они готовы жевать прошлое. А на самом деле это о старости, о старческих болезнях. Как старики пережевывают прошлое. Старики же ведь именно копаются в своей жизни, пережевывают, пережевывают. И, кстати, и плюются тоже на молодежь. Да. Не такая вот в наше время, а это не такая сейчас. Потом опять пережевывают. Ну, это вся психотерапия классическая получается о преждевременном старении и о преждевременном умирании. Угу. Остановка умирания. Человек не хочет этого видеть, не хочет осознавать. И готов. И не хочет брать на себя ответственность за создание будущего своего же, за взятие, за взятие, как это, ответственности в свои руки и интерес к жизни проявить. Да. На эту тему, кстати, тоже был комментарий. Сейчас, если найду, я просто сегодня даже умилилась. Так на Бога нельзя перекидывать ответственность, только помощь просить. Это не ответственность. Помощь просить, это не об ответственности. Какое умиление? Помощь просить, это не выносить. Ответственность за то, что ты делаешь на Бога. Бог, я тебя прошу, ты сделай за меня, а я тогда за это отвечать не буду, ведь это же ты сделаешь за меня. Я же тебя попросила. То есть, видишь, человек совсем, написавший это, совсем далек от себя, вообще далеко-далеко. Развернут вообще к себе задом. Полностью задом. Поэтому те, кто задом, те и жуют эту коровью жвачку, те и ходят на психотерапию. Мне очень понравилось, как сказал Невзоров по психологам. Это разновидность мошенничества. Это в чистом виде так. Да? Просто люди пока этого не осознают. Потому что, если человека учить сразу, развернись к себе и создай свою игру, где тебе интересно, то тебе некогда будет жевать вот эти старые сопли. Ты просто тупо возьмешь анкету осознания, заполнишь. Не одну, десяток заполнишь на этого отчима. Сто заполнишь на этого отчима. И простишь его, и забудешь. Просто у тебя в благодарность выведено, и все. И полное осознание, и через благодарность игра завершена. И она больше никогда в твоей жизни не повторится. А если ты будешь жевать эту коровью жвачку, она у тебя повторится еще не раз. И ты будешь все играть, играть. Тут тебя мочим трогал, тут тебя в транспорте потрогали, тут тебя мужики не там потрогали, тут насилие пошло, тут абьюзеры появятся. На самом деле, да, все. А жизнь вот эта, здесь и сейчас, она забыта. Да, да, да. Потому что нет будущего. Человек заснул, ушел, все далеко, далеко. Нету своего сна. И человек не создает его в моменте здесь и сейчас. Он тупо развернут к будущему задницей и смотрит назад. И когда он смотрит назад, он пережевывает коровью жвачку. И ты знаешь, если психологи будут все-таки честны сами с собой, они понимают, о чем мы говорим. Они могут развернуться и помогать человеку проснуться. Но это экономически невыгодно. И человек становится перед вилкой деньги или действительно сказать правду другому человеку. А ведь тоже, да, да. Смотри, я ведь тоже психолог, он тоже размусоливая это, ведь он точно так же зависает в прошлом. Точно так же. И наносит точно так же вред. В этом киселе наносит себе, да, вред. Ну, смотри, куча терапий построена на прошлом. Регрессивный гипноз, ладно, расстановки по хилингеру, ладно, ты-то хилинг, ладно. Все, что касается погружения, да все мастера, которые вышли, учителя, концепции, вот было так и надо так, вот тебе ведическое, вот тебе какая хочешь. Это все из прошлого. Человек смотрит в прошлое, человек не хочет брать ответственность за момент здесь и сейчас. Человек не хочет проснуться, и он не хочет найти выход, не хочет найти решение. До вечера вот мы обсуждали там за столом, вот человеку был предложен выход. Для того, чтобы найти оптимальное решение, надо здесь и сейчас завершить игру и совершить такие-то действия. что делает человек? Выносит ответственность на третьего персонажа и продолжает играть. И потом, ах, ах, горе-то какое. Вот оно. И это на самом деле 99% людей. Человек, когда спит, и когда нет своей игры, он будет играть так. И все идет через выносоответственность. Он видит сон и спит дальше. И спит дальше. И он не может прервать этот сон, не может его остановить. И даже если ты ему говоришь, вот сон можно остановить вот так-то и так-то, он не делает этого. И ты знаешь, на этом, вот сколько у нас мам. Много. С детьми. И те мамы, у кого с детьми некритичная ситуация, некритичная. Там, где дети, ну аутизм, ну ничего не угрожает смерти жизни и здоровья ребенка. То есть риск, что ребенок умрет, минимален. Практически его нет. И эти мамы по полгода-году не делают то, что мы говорим. Не догоняют, не слышат, спорят, конкурируют и так далее. Вот чат мам сегодня, кстати, удивительный чат мам опять. Я просто в восторге от девчонок. И они одна другую подсвечивают. И там хлопают дверью, выходят из чата, возвращаются в чат. Ну, вы хлопайте сколько хотите. Если вы видите в своем зеркале, где вам показывают, где вы оступились. Будьте только благодарны этому. Становитесь и задумайтесь. Вот, я здесь зависит. Не отбивайте, да. Не отбивайте. А человек боится потерять игру из прошлого. И человек боится потерять деньги, если он начал играть в психологию. Да, это да. И это удивительно. Деньги такой фактор невероятный, который не дает развернуться в будущее и смотреть в будущее. Казалось бы, я хочу денег в будущем. Но с хера ли ты смотришь в прошлое? И держишься за эти деньги. Ты же за них держишься в прошлом, поэтому их у тебя нет в будущем. Такие простые вещи, блин. И при этом парадокс. Деньги открывают, действительно дают возможности. Дает. И решение очень многих вопросов наиключающих образом. Но тогда, когда ты не зацеплен за них. Да. Они всегда с тобой, когда ты за них не держишься. Ты находишься в тележке. Да. Ты находишься в благодарности. Как за морковкой за ними идешь. К самому себе, да, благодарности. И у тебя всегда все есть. А, кстати, вот даже образ морковка у осла. Все думают, осел идет вперед. А осел идет жопой в будущее. А морковка висит в прошлом. Ну да. Морковка, да, в прошлом. Морковка в прошлом. И цепляются за представление прошлого. Я на днях задала вопрос женщине. Что вы будете делать, вот если у вас собрать детей? Что вы будете, как вы будете жить, если они здесь и сейчас у вас ну, передут другим родителям. Или умрут, или пропадут, или еще что-то. Что она ответила? Она сказала, ну, на первый день я знаю, а потом не знаю. Ну, что в первый день ты спросила? Не буду афишировать. Так вот, ты знаешь, что меня удивило? Что практику написать будущее мы просили три года назад. Ясно. Смотри, практика написать будущее обесценена. То есть, человек обесценил свое будущее. Он ее в жопу сосунул. Просто не с него. Потому что двигается к ней в жопу. Я грубо говорю. На три года. Да, не культурными словами. На три года. Три года говорили. Вот протягивали руку. Вот тебе вещь честная. Вот тебе вещь честная. А когда, вот, последний случай. Последняя наша консультация. То, что вчера работали. Вот когда у мамы стоит вопрос, что все, ребенка может завтра не стать. Даже сегодня может не стать. Смотри, как быстро мама двигается. Мгновенно она начинает меняться просто на глазах. Тут же попки из ушей-то вылетали. Моментально. Слышит, да. Да. Люди слышат через свою собственную боль. И когда они уже осознают, что боль потери, она уже постучалась в дверь, тогда они двигаются. Иначе нет. И не хотят думать об этом. И ты знаешь, я когда зависаю вот на этих вопросах и про боль потери, и про все вот эти вещи, вообще про болевой механизм психики, я понимаю, насколько гармонично устроена психика, насколько нужны людям болезни, насколько все в этом мире находится в абсолютной гармонии. И даже иногда задумываюсь, что наши вторжения в сценарии, наши, ну, то, что мы спасали, пока не отработали в себе спасителя, бросались там помогать и так далее. Сколько из этого действительно пользы? А сколько вреда? У меня стоит этот вопрос. От того, что человек остался жить, это не значит, что это польза. Я даже сейчас могу назвать вот наши публичные примеры, во всяком случае, два вообще громких, когда я считаю, что человек не должен был остаться жить. Потому что это был вред. Потому что развитие сознания не произошло, а идет деградация и боль. И неважно, эта деградация будет через алкоголизм или эта деградация будет через болезнь или еще как-то, но это деградация сознания. Согласна. В то же самое время, вот опять-таки сегодняшний пример, видела, как мама играет с ребенком на фортепиано, на концерте. Мама играть начала на фортепиано, прикинь. Прикинь, как мама развивается тоже. А ребенок отечественник умница, все. Никто никогда не скажет про аутизм, про агрессию и про все остальное. А прикинь, как ребенку интересно с мамой с такой. Да. И вот смотри, когда я на это смотрю, у меня слезы наворачиваются на глазах, думаю, даже ради одной матери такой стоило. Понимаешь? Открой, пожалуйста. Даже ради одной такой матери стоило. Даже если один случай вот такой, то уже стоило делать то, что мы делали. Но я думаю, в комментариях мамы и люди, кто обращался к нам, напишут, стоило или не стоило. Конечно. Потому что он сам не очень часто рвет изнутри. Потому что ты не знаешь, что действительно помог человеку, или ты отсрочил его казнь сама у себя. Да, да, да. То есть все равно что-то он сам с собой делает. Может имело смысл не помогать. Как здесь правильно или неправильно. Нет, здесь правильно или неправильно. Большой вопрос. Оставьте ваши комментарии. А мы сейчас будем готовиться к клубу. Сегодня у нас клуб. И поэтому мы прервем сегодня запись. Пишите, пишите. Стоит помогать или не стоит? Может, действительно мы причиняем своим добром вред? А может? Может, мы действительно, когда мы будим человека, образно будим его, может, мы наносим вред, пусть лучше спит и видит сны свои. Да. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok